Добрый день всем! Рад быть опять с вами. Ровно год и, наверное, два-три месяца назад я был у вас, когда пандемия началась, и последним рейсом я полетел из Америки, попал 15 дней в карантине, после этого страна закрылась, но много чего происходило у нас, и я знаю, что и у вас было не сладко, и вы тоже много чего переживали. Но я не буду много об этих вещах говорить, но начну с Матфея, 14 главы, 22 стиха. Огромный привет из моей семьи, из Грузии, из Твилиси, так что будете к нам, в наши края, будем рады видеться у нас. Джордж, тебе тоже касается. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. Понудил Иисус. Знаете, интересное слово. Это значит «заставил Иисус». Часто мы думаем, что Иисус такой сладкий, ничего не заставляет, ничего, ну, если нам неприятно, Он ничего не скажет, и что для нас комфортно всегда эти слова будет Иисус говорить. Но здесь говорится, что ученики не хотели, у них не было желания слушаться. Но Иисус понудил, то есть заставил, перейдите на другую сторону. Перейдите на другую сторону. Без меня. Знаете, часто мы привыкаем к комфорту. У нас какой-то стиль жизни создается, и мы не хотим менять, пока Бог не начнет заставлять нас менять вот этот строй или комфорт, или стиль жизни. Наверное, вы тоже слышали, как орли выбирают самцов. Самец бросает из скалы какую-то палку, и какой самец поймает, пока упадет. Вот за того и выходит, так скажем, замуж. И знаете почему? Когда создается гнездо орла, это очень тяжелое гнездо, там камни, палки разные, а потом мягкие, и трава, и кожа животных, мягкая для птенцов. И когда птенцы растут, орлица понимает, что так всю жизнь не может кормить. И медленно убирает весь комфорт. Заставляет, что они нехорошо чувствовали в гнезде. И когда поднимаются из гнезда, мама бьет и падает. И пока упадет, вот самец, вот тогда нужно вот это умение. Пока упадет, забирает снизу и поднимает. И так несколько раз, пока не научится летать. Знаете, Бог говорил, что как в орлиных крыльях я вывел вас из Египта. В Египте они думают, что вот умираем, все. Но Бог оп и поднимал, пока они не научились жить нормально, доверять Богу. И знаете, часто бывает, в нашей жизни что-то меняется. Мы не хотим рисковать. Но Бог заставляет, чтобы мы рискнули. Чтобы доверили Ему. Мы думаем, мама, что ты делаешь? Падаю, умираю. И в это время оп, и спаслись. Фух, как хорошо летать, летать, но чему-то учимся в это время. Мы развиваемся. Но сегодня я не об этом. Я хочу говорить, как нам жить во время кризиса. Как можем выжить во время кризиса. Я знаю, что у вас тоже свои проблемы. У нас, допустим, говорили где-то в сентябре, в октябре, что самый тяжелый месяц, это будет январь, февраль. Будет голод. Кризис ударит так, что мы не знаем, что будет, но грядет сильный кризис. Голод. Я в декабре слово получил. Нет, в ноябре. И начиная с декабря я кормил людей словом, чтобы они доверяли Богу в любое время. В любое время. И в марте я им сказал, вроде март, но кризиса нету. Миновало как-то. Знаете, масс-медиа умеет пугать. И сами верующие друг друга тоже пугают, но все, что не говорилось бы, для нас есть выход. Мы должны знать просто, как поступать во время кризиса. Тебе интересно об этом слушать? тогда я тоже преломлю тот хлеб, как Джордж говорил. в Израиле. В Израиле было тяжелое время, когда хальдеи начали завоевывать Израиль. Угнетали народ. Знаете, сам Израиль не мог свободно жить. За них выбирали другие. Их отбирали от них и землю, и богатство. Все, что можно было уносили от них. Их держали в рабстве. И вот в это время жил пророк Аввакум. Во время этого кризиса у него появились вопросы. И первый вопрос, что было у Аввакума, это написано первая глава, второй стих. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь? Буду опять к тебе о насилии, и ты не спасаешь?» Первый вопрос. Боже, «Доколе не будешь отвечать? Сколько еще молиться и как молиться? Где-то пробуждение, где свобода? Мы молимся, но нас угнетают. ничего не меняется. Да, и во время пандемии тоже молились. Да, тогда другая проблема была. Даже во время год назад в Пасхе сам Папа Римский вышел один. Один провел праздник жизни, воскрешение Христа. Он лежал у себя там в церкви. И все снимали, всему миру показывали, что он один молится. И знаете, что это для невылившего мира? Что даже у Иисуса нет ответа перед этой пандемией. Что тело Христа как будто потеряло силу. потому главный праздник праздник жизни и без людей проводится. люди люди молились и не видели, чтобы Бог как-то отвечал. Мы молимся, чтобы как-то изменилась ситуация у вас в Америке. Знаете, как я приехал, у вас уже о кризисе говорят, вот дешевые деньги и скоро рухнет все. да это их не прогнозы. В этом штате что-то невозможно жить или что-то грядет здесь. И что нам делать? Молимся, а никто не меняет в эту ситуацию. Молимся, но не меняется. Да, коле, Господи. Это значит, что когда Бог не отвечает, сразу бьет нашему нашей вере и как-то шатает нашу веру и думаем, что Бог или не слышит, или вообще есть Бог, почему не меняется ничего. Вот эти ответы у Аввакума, да, коле, Господи, я буду взываться, а ты не отвечаешь, не слышишь, вопию о насилии и ты не спасаешь. как-будто истина потеряла свою силу, как-будто никто не нуждается уже в Боге и уходят от Бога. Нету пробуждений, люди оставляют церкви. И Аввакума вопрос, почему, доколе, Господи, когда же начнешь отвечать, когда придет это пробуждение, доколе, хальдей должны угнетать нас. И 2 глава, 1 стих говорит так. На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. он доходит до того, чтобы не автопилот включить, что будет, то и будет. Служим так, как знаем. Нет, он говорит, сейчас время углубиться в Боге, сейчас время углубить мою молитвенную жизнь, сейчас время, чтобы прийти к Богу и говорить, я на своем страже, то есть он отделил себя для молитвы, чтобы услышать, что во мне скажет Господь. я же жаловался, мне же надо как-то и услышать, и ответить Богу, что он скажет. Знаю, многие думают, что как знаем, так и служим, как молились, так и будем молиться. даже для многих пандемия не заставила изменить отношения с Богом. Во время кризиса мы должны иметь слово. Когда вокруг нас кризис, когда вокруг нас говоришь, что-то грядет, невозможно пройти без слова. Поэтому мы должны иметь слово от Бога. Это время углубиться в молитвы, чтобы услышать, что скажет Господь, какое направление дает Господь, как вести свой бизнес. И знаете, Бог не заставил долго ждать Аввакума. Второй стих сразу говорит, и отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно наскрижал, чтобы читающий легко мог прочитать. Бог говорит, я даю сейчас слово и будь мудрый, ясно напиши, ясно напиши твое видение слово, которое я дам тебе, потому что это слово не только для тебя. Те, которые бегут или дела у них так, что должны убежать, чтобы они легко могли прочесть это слово. Те, которые уезжают даже из Штата, чтобы легко могли прочесть и знать, что есть надежда для них, что у Бога есть надежда для каждого человека. Куда мы не пошли бы, есть будущее, есть надежда для каждого человека у Бога. И он говорит, я скажу, и ты напиши. И знаете, слово, которое получил Аввакум в Новом Завете еще два раза повторяется. Я хочу сказать это слово. Что за слово было? В третьем стихе Бог говорит, что жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Бог дает рецепт, как можно жить во время кризиса. Как можно жить, даже если бежишь из твоего места, где ты живешь, или где работаешь. Каждый человек должен был знать, и Бог говорит, я даю тебе слово, и ты будешь как маяк для них. Твое слово ободрит их, но не держи в себе, обязательно сбудется. Может увидишь, ничего как будто не меняется, но обязательно сбудется, не отменится. Что за слово? Что в Новом Завете еще дважды повторили? Четвертый стих. Вот душа надменная не успокоится, а праведный продолжение знаете, наверное, а праведный своей верою жив будет. а праведный верой пастора жив будет. Не так написано? Праведник своей верой жив будет. Ты должен иметь слово, потому что вера отслышанная, отслышанная от слова Божьего. Мы должны услышать, мы должны получить слово. Куда мы не находились, если ничего не меняется, если все говорит, что хуже и хуже станет, даже в этом эпицентре событий ты можешь иметь спокойно, что я верою жив буду здесь, я верою перенесу все, я верою буду жить жизнью победы. мне не коснется, моя семья не коснется, моим детям не коснется, верою буду жить. Хорошее время было сейчас сказать Аминь или во время кризиса правильнее вера жив будет. Соседу скажи, во время кризиса вера жив будешь. Бог таким образом ответил Авакума. Да, Коли, что надо делать, если праведник своей верой жив будет? Как нам поступить? 14 стих «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют морем». Земля наполнится познанием славы Господней. Знаете, первая церковь пробуждения как принесла. Помните апостолов, когда поймали, что за обвинение было? вы наполнили этот город об этом имени, об Иисусе говорила церковь, и об Иисусе весь город знал. Возмутители всего народа, то есть они наполняли тот город, ту часть региона, где они жили, до всех ушей доходило слово об Иисусе Христе. Библия говорит, праведник, верой жив будет. Кризис можно миновать. Во время кризиса можно побеждать, но церковь не должен молчать. Мы должны наполнить познанием Божьим весь город, соседов, со всеми должны говорить. Не думайте, что у нас своя жизнь с ним. Джордж хорошо сказал, мы должны делиться, делиться с другими, ободрять друг друга, только воскресенье не хватает. Нам нужно как-то делиться. Знаете, наша церковь как прошла во время пандемии? У нас транспорт не работал. В церковь только могли переходить те люди, которые имели машину. Без машины невозможно добраться на горе высоко. ни метро, ни автобусы не работали. Но у нас каждый вечер закрытая группа была создана. И каждый вечер по очереди каждая семья свидетельствовала, как они стоят, что они делают и как они побеждают те визы, которые к ним приходят. и эти свидетельства ободряли друг друга. Этими свидетельствами подталкивали других, чтобы они тоже стояли в вере и не боялись. Грузия в данный момент ходит в десятку не самых лучших стран, самых безработных стран. остальные девять даже название не будете знать. В нашей церкви собираются американцы, иностранцы, интернациональная церковь. И знаете, во время пандемии мы сами помогали семей, где-то 120 семей мы помогли во время пандемии с продуктами, но эта церковь предложила нам троих три семей, если у вас церкви, которые нуждаются в помощи, дайте адресам и мы отнесем им продукты. Мы объявляли в церкви, кто нуждается, кто нуждается, помогут. И ни одна семья не было, которая нуждалась, говорят, беднее нас есть люди, найдите и помогите. Может, для кого-то, да, в стране очень много нуждающихся, но праведник верой жив будет, но праведник своей верой жив будет. не знаю, что-то хорошее говорю или нет, по вашим реакциям, не знаю, тему поменять, что ли. Аввакум хочет увидеть пробуждение, хочет увидеть, как меняется его сторона, и он получает слово, как может открыться Божья милость народу, как может Бог изменить, но не когда-то, а сейчас. Знаете, везде почему-то говорят, вот пандемия закончится, а потом начнем. Знаете, год назад говорили, что два-три месяца и закончится, но что-то не кончается. а время идет. Не жди, что когда-то закончится что-то и потом начнешь Бога искать, для Бога что-то делать. Начинай сейчас. Не когда-то спасет Господь, сейчас хочет Господь спасать, сейчас хочет получить, дать тебе слово, сейчас хочет, что ты верой двигал горе в своей жизни. Мы должны быть солью и светом. Не для друг друга. Не светите в глаза друг друга и не солите друг друга. Мы для мира должны быть светом и солью. Не ослепляйте друг друга своим светом. Мы должны дать людям надежду, что все изменится. Вера изменит все. Какая разница, что происходит вокруг нас. Вера для того и дана, что нам вижить в любое время, в любом строе. праведники верою жив будут. Третья глава очень интересно начинается. Аввакум 3.5 Перед лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. В грузинском переводе написано, что идет язва, а по стопам его бедность. Ну, если жгучий ветер, он тоже сжигает все, и, конечно, будет кризис. Перед лицом его идет язва, то есть болезнь, вирусы разные, пандемия. И после пандемии, конечно, сам собой приходится людям голодать или в кризис попадать. Аввакум получает слово, что да, может быть, будет хуже, да, в этом беде еще хуже будет, но 13 стих говорит, ты выступишь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Знаете, какая разница, что приходит? Он будет выступать для своего народа, он будет вмешиваться в твою жизнь, он будет спасать свой народ. Какая разница, что придет? Зачем волноваться, переживать? Заранее из нервов выходить? Что что-то грядет? Пусть грядет. Здесь стоим и будем встречать. и в это время, когда Аввакум получает откровение, что он будет выступать, он будет спасать, он принимает решение. И давайте прочтем. Аввакум 3, 17, 19, я знаю, что эти стихи вы знаете, многие пели раньше. Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, чтобы хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Помните старая песня? люди пели об этом, церкви пели и радовались, даже если не стало овец в загоне и виноград не даст плода, все равно я буду. Помните, да? Я из старых, чтобы вы знали. он принимает решение. Не имеет значения, какой кризис придет. Да, может быть, ничего не будет давать плода, ни виноград, ни маслина, ни овцы, ни рогатый скот. Все останавливается. Каждый бизнес останавливается. Даже если все остановится, даже придет кризис, я решаю сегодня. Все равно я буду славить Господа. Все равно. И знаете, что произойдет? Что даст нам, когда не боимся, а просто веселимся о Боге? Конец очень хороший. Господь, Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Есть какие-то высоты для нас в служении, в бизнесе, в жизни, и на высотах нелегко подниматься. Мы устаем, когда на высоты поднимаемся. но в это время Аввакум говорит, мои ноги как у оленя станут. Для оленя нет проблем подняться в те места, где человеческая нога не вступала. Он легко поднимается. И Аввакум говорит, что я буду славить моего Господа, и что-то изменится. Да, может, для всех кризис. Все боятся, все голодают, может. но я на своих высотах легко буду подниматься. Бог даст мне ноги оленя, и я поднимусь легко. Легко измениться, легко подниматься, легко развивать свой бизнес, легко размножаться, все легко. Когда мы доверяем Богу, и во время кризиса мы как мирские не поступаем, и не думаем, что Бог, наверное, в отпуске, Бог уже не работает. Когда Он вернется на свою работу, Он слышит вообще, может, постарел, может, не доходит нашей молитвы, может, у него нет больше силы, но Аввакум получил откровение, нам нужно слово от Бога, праведник, вера, жив будет, и мы должны знать, не иметь значения, какие прогнозы дает этот мир, никто не говорит, что нет, Библия не говорит, что лучше станет, жизнь не будет лучше, мы можем ожидать, что пандемия закончится и лучше станет, о, какие времена были, что в масках ходили, а сейчас в противогазах, а если хуже станет, мы должны научиться летать, парить, не должны привыкаться к комфорту, да, комфорт в духе лучше, чем в жизни, просто в обстоятельства создать такое, что мирно, хорошо, все спокойно, никто не мешает, ни нам, ни нашим детям, ни работу, ничего не грозит, какая разница, что грядет, я говорю, еще хуже будет, Библия так говорит, может еще новое какое-то заболевание появится, мы только верою сможем жить, верою пройдем все, не только будем отстаивать, мы будем побеждать, на наши высоты поднимемся, церковь еще не поднялся на те высоты, которые Бог приготовил, мы должны подняться туда, и Бог иногда устраивает так, что принуждает нас отрезвиться, молиться, и как-то вижить, и вот тогда мы получаем способность помочь другим, я почему-то вспомнил, у меня не было этого проповеди, но скажу, когда Бог призвал Илью, первый уровень веры, это надо было верить за себя, будет голод, три с половиной года будет кризис сильный, но я буду обеспечивать себя, каждый день сверхъестественно он верил Богу за себя, и знаете, медленно источник начал высыхать, доходы уходят медленно, уменьшается, и думаешь, если мы были бы, наверное, давно покинули бы то место, но Бог сказал, сейчас приходит время, чтобы верить и для себя, и для других, и посылает дави, последную есть, жестокий проповедник, приходит, отбирает все, что она имела, но Бог прибавляет, Библия говорит, прибавляет, пока с неба дождь не появился, он второй этап прошел, чтобы Бог дал больше веры для всего народа, мы должны эти ступеньки пройти, пока Илья принес пробуждение для народа, он верил за себя, за других, и за всех людей потом, мы можем кричать, поможем всех и избавим всех, но себя не можем иногда помочь, начинай себя, праведник, своей верой жив будет, праведник, своей верой жив будет, давайте поднимемся, это мое слово для вас, чтобы вы углубились в Боге, чтобы вы получили слово от Бога, доверились Богу, и я попрошу группы прославления, они хорошо поют, чтобы мы радовались, радостную песню сыграли, радовались Боге, что Он даст нам ноги оленя, ими поднимемся на свои высоты, и кто согласен, громко пусть скажет, приглашаю в Грузию, хорошо надо вас накормить, чтобы потом громко давайте помолимся, я верю, что Бог не опаздывает, я верю, что Бог ожидает, когда мы отделим себя, чтобы услышать, да, до этого молился, он как будто не слышал, да, коли Господи, не будешь слушать, но когда он отделил себя, и захотел услышать слово от Бога, Бог сразу заговорил, хорошо, когда мы здесь молимся, и сейчас помолимся, но обязательно дома помолитесь, о своей жизни, скажите, Господи, дай слово, как мне поступить, дай слово, идти или не идти, или вообще куда идти, дай слово, и когда получишь слово, дерзай, амин, аллелуи, Господи, благодарны, мы благодарны, что ты Бог говорящий, из древних времен говорил с отцами, а сейчас во Христе говоришь и нам, мы благодарны, Господь, что твои уши открыты, чтобы услышать нашу молитву, мы благодарны, Господь, что у тебя есть выход, у тебя есть выход для каждого из нас, ты сказал в своем слове, что праведник своей верой жив будет, мы собраны здесь праведники, Господь, перед лицом твоим и говорим в наших сердцах, дай слово каждому, потому что через слово мы получим веру, веру, которая даст победу в любом кризисе, мы благодарны, Господь, мы благодарны за силу твою, мы благодарны, Господь, что ты не дремлешь, ты не спишь, ты думаешь о нас, мы благодарны, Господь, что для своего народа ты будешь выступать, чтобы спасать, мы благодарны, Иисус, мы благодарны, что не покинешь, не оставишь нас, и мы не будем сиротами, мы благодарны, Господь, Господь, подними свой народ в этом штате, подними, Господь, свой народ, слово, которое будет ободряться других, слово, которое даст им выход, и они станут как светилами, как маяком для других людей, которые будут смотреть на них и подражать, дай Господь своему народу слово, чтобы они радовались, чтобы они имели радость перед тобой, чтобы ты смог дать им ноги оленя и поднимать их на их высоты, благослови моих братьев и сестер, благослови их дела, их семьи, их детей, благослови их деятельность, Господь, благослови церковь, размножай церковь, Господь, пусть спасенные прибавляются, пусть приходят, Господь, для спасения, в этой церкви люди и спасаются, Господь, мы благодарны, мы благодарны за все, мы Благодарны, я прошу, Господь, прикоснись каждому и заговори, дай слово ободрения, дай слово, которое будет укреплять их. Благодарны, Господь, Ты говорящий Бог, говори в сердцах, говори, Господь. Благодарны, Дух Святой, Ты утешил, утешай свой народ, ободряй. Халлелуйя, Халлелуйя. Иисус прослався, прослався в нашей жизни. Халлелуйя. Пусть сила страха будет разрушена на этом месте во имя Иисуса. Господь, Ты не давал нам страх, и мы выходим против этого Духа и говорим, пусть Дух Страха разрушится в сердцах и в разумах людей. Ты не дал Духа Страха, а Дух Любви, Силы и Тела Мудрия. Во имя Иисуса пусть уберется этот Дух из Твоего народа. Ободряй, Господь. Ободряй свой народ. Халлелуйя, 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 Пекераба, Шитарабахая. Защити, Господь, их не уши, их разум. От слова врага ободряй свой народ, и да будет прославлено Твое великое имя. Пусть, Господь, будут у них свидетельства, как они доверились Тебе, и как они начали побеждать во имя Иисуса. Аминь. 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 Аминь.